Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хотелось также поделиться анализом своих случаев из своей консультативной практики последнего месяца. Речь пойдет о пациентах, которые в основном наблюдаются в нашем кардиоритмологическом центре, расположенном в медицинской академии после дипломного образования, как вы все хорошо знаете. И, безусловно, хочу отметить, что очень важно для эффективного ведения пациентов, иметь электронную базу данных со всеми дополнительными тестами, динамикой развития состояния. Здесь вы видите, собственно, опыт автора. Больше 20 лет назад разработана электронная база медконсультант. Тогда еще, конечно, компьютеров даже в лечебных учрежениях в принципе не было, не то что там на рабочих местах. Постепенно эта база данных совершенствовалась, и вот в текущем виде она вот показана здесь. Можно скачать на сайте и использовать для своей частной практики. Кроме того, были разработаны еще версии для мобильных устройств, которая позволяет оперативно информацию о пациентах получать в любое время, в любом месте и принять решение о поддержке тех или иных проблем пациент. Очень важным элементом электронной базы данных является возможность мониторного наблюдения за тем или иным параметром, что позволяет более эффективно, более точно выстраивать прогноз и оптимизировать соответственно лечение. Следует отметить, что электронная база данных является одним из элементов врачебной экосистемы индивидуальной, которую я много лет разрабатываю. Здесь вы видите ее элементы, которые позволяют эффективно и более точно принимать клинические решения для каждого индивидуального пациента. Ну и перейдем к анализу случаев. Я расскажу коротко о них, выделяя основные ключевые позиции. Вот и пациент, наш коллега, наблюдается 2019 года. В начале февраля в течение трех дней у него был грипп с лихорадкой до 40 градусов, слабость и интоксикация. Затем температура быстро снизилась на фоне препаратов, но он отметил перебои. И на кардиограмме вы здесь видите, что идут желудочковые экстрасистолы, но обращает внимание аномальные комплексы КОРС правых грудных отведений. Они напоминают очень сильно картину синдрома Бруганда. Вот здесь видите более явную картину. В этот же день кардиограмма была снята. Это типичный первый тип синдрома Бруганда. Каркина сохранялась и в последующие регистрации электрокардиограммы более или менее выраженные. Поскольку у пациента не было обмороков, сильных сердцебиений, остановок сердца, то речи об имплантации кардиовертора-дефибриллятора не стояло. Но для оценки прогноза было рекомендовано пациенту сделать генетическое тестирование. Пациента включили в специальную национальную программу по оценке генетических аномалий. И вот осенью этого года мы получили результаты наконец тестирования. И пациент переслал нам эти данные. Производился анализ всех возможных аномалий генетических, которые могут предрасполагать или вызывать какие-то сердечные заболевания. Нас интересовал синдром Бругада в первую очередь. Здесь вы видите, что мутации генов, которые могут в той или иной степени отвечать за синдром Бругада, не было выявлено. Соответственно, диагноз был уточнен, был добавлен отсутствие генетических мутаций. В остальном диагноз остался прежним, который мы сформулировали ранее. Что дает нам отсутствие генетической мутации? Надо сказать сразу, что аномалии генетические выявляются в 15-20% случаев синдрома Бругада. Но очень важно, что отсутствие мутации свидетельствует о более благоприятном течении этого заболевания. Что важно, поскольку пациент безусловно озабочен, поскольку он врач, естественно, он понимает, что есть риски внезапной сердечной смерти. Тем более, что отец умер в 50 лет от инсульта, правда, но тем не менее, это, безусловно, усиливает тревожные мысли и реакции эмоциональные на разные ситуации и события, связанные с его здоровьем. Следующая пациентка, на сегодняшний день 78 лет, но наблюдается она еще с 2010 года, обратилась к нам с приступом сильного сердцебиения. В нашем кардиоэкономическом центре много пациентов с аритмиями, ну, примерно половина пациентов с разными нарушениями сердечного ритма, ну, а остальная половина это разные кардиологические заболевания, реже заболевания других органов и систем. Была зарегистрирована кардиограмма во время приступа, что мы здесь видим, да, узкокомплексная тахикардия, примерно частота 150 в минуту, и вот здесь вы видите, да, аномалии предсердного комплекса, то есть речь идет о предсердной пароксизмальной тахикардии. В 2011 году была успешно проведена катетерная абляция, тогда мы налаживали сотрудничество с институтом Мишалкина, и ведущий специалист, ну, вот Алексей Николаевич Штуров, помните, да, приезжал многократно к нам, и проводили мы здесь совместно школы аритмологические. В нашем кардиоэкономическом центре он принимал пациентов, определяя показания для инвазивных вмешательств, для электрофизиологического исследования, и это было для нас очень большой школой, надо сказать. Ну, вот здесь вы видите выписку, да, из института Мишалкина, пароксизмальная предсердная рецепрокная реэнтритахикардия, да, она иногда эволюционировала в пароксизмофибрилляции предсердий, вторичная, была проведена радиочастотная абляция зоны предсердной тахикардии в области пучка ГИСа. И, собственно, с этого времени вот эти приступы тяжелые, неприятные, которые мешали пациентке, они прошли, их больше мы не встречали. Но пациентка обратилась не с аритмологической проблемой, ее беспокоила слабость, утомляемость, головокружение при нагрузке, при ходьбе. Естественно, мы постарались выяснить, нет ли сердечной причины, да, вот ее плохого состояния. То есть сделана была эхокардиография, здесь каких-то существенных отклонений найдено не было, то есть размеры камер сердца в приемлемых, там диапазоне были, нормальная фракция выброса была. Холтерское мониторение также не выявило никаких серьезных проблем, которые бы объясняли плохое состояние пациентки. Да, была предсердная тахикардия, короткий эпизод, вот вы здесь видите, но таких стойких, симптомных, которые были раньше, зарегистрированы не было. Просим пациентов сделать дневничок давления и пульса, и здесь вы видите, часто выявляется артериальная гипотензия, которая, соответственно, может вызвать ее плохое состояние. У пациентов старческого возраста нередко встречается артостатическая гипотензия, поэтому когда пациентка к нам пришла, и мы увидели такие цифры артериального давления, тут же на кушетке была проведена проба артостатическая, люжа 147 на 90, и пациентка хорошо себя чувствовала, стоя, вы видите, значительное снижение артериального давления, намного больше критериев артостатической гипотензии, которая составляет 20 на 10 мм тотного столба, то есть у нее артостатическая гипотензия. Ну и пациентка сама, безусловно, отмечала, что люжа ей заметно лучше, а как только встанет и пойдет, и состояние ухудшало. Возник вопрос, откуда артостатическая гипотензия. Расспрос пациентки показал, что состояние ухудшилось после госпитализации в неврологическом отделении в 2011 году, а у пациентки развился тремор в последние годы, то есть болезнь Паркинсона. И вот здесь выписка, она лежала в неврологическом отделении в апреле 21 года с болезнью Паркинсона. Естественно, мы посмотрели, не может ли вызвать заболевание или лечение артостатической гипотензией. Открыли рекомендации по артостатической гипотензии. И среди медикаментов, первая строчка, это допаминергические препараты и леводопа, которую, собственно, пациентка и принимала. Причем пациентка сама отмечала, что когда она забывала принимать леводопу, состояние улучшалось. Таким образом, очевидно совершенно, что причиной артостатической гипотензии в данном случае были препараты допаминергические. И, соответственно, пациентке было рекомендовано обратиться к неврологу для уточнения программы лечения и замены препарата на другой, который не вызывает или меньше вызывает артостатическую гипотензию. Но когда я стал анализировать еще дополнительную литературу, выяснилось, что ситуация еще сложнее. То есть сама болезнь Паркинсона еще может вызвать артостатическую гипотензию. А следующий пациент, ему 51 год был, на сегодняшний день, обратился к нам в 2017 году. У него появились усилия из перебоя, которые до этого были редкие, не сильно его беспокоили. А начались они в 2013 году, после того, как жена в самолете потеряла сознание. Это состояние расценили как остановку сердца и дыхания, внезапную смерть. На самом деле, я хочу сказать, что часто за этим скрывается просто обычный обморок. Но, тем не менее, с этого времени у него участились перебои. А с мая 2017 года ощущение удара в сердце, озноб ночью плохо засыпал он, плохо переносил эмоциональные события, вождение автомобиля вызывало ухудшение состояния. Пользовался он на ночь феназипалом тогда. Ну, естественно, что он обратился к кардиологу для лечения аритмии. Вот здесь вот холтеровское мониторирование в мае 2017 года, которое было сделано. Что мы здесь видим? Что у него есть, да, экстрасистолия, но немного. Предсердных экстрасистов 671 и 22 желудочных экстрасистов. То есть, ни о чем практически. Но он их ощущает, они мешают ему жить. Из структурных изменений сердца обращало внимание на полосу метрального клапана с регургитацией. Но левое предсердие было в приемлемом диапазоне. Ну, по короткой оси, видите, 39 мм. То есть, таких каких-то экстренных мер по коррекции, да, метральной регургитации необходимости в этом не было. Соответственно, мы решили не лечить аритмию, а убрать причину перебоев, сердцебиений, плохого сна и так далее. То есть, тревогу. И пациенту было рекомендовано сертралин в дозе 50 мг один раз. Через три недели перебои прошли практически полностью. И вот до этого года они его не беспокоили. И было рекомендовано каждые три года делать эхокардиографию для контроля метральной регургитации. В октябре этого года состояние его заметно ухудшилось. Он ежегодно ездил в санаторий Белокрих. Там, вы знаете, проводят кардиологическое обследование в том числе. И врач был очень встревожен и сообщил, что в связи с тем, что он может умереть, ему необходимо срочно оперировать порог метрального клапана, поскольку левое предсердие заметно расширилось. Соответственно, у пациента усилились перебои, тревога, нарушился сон. Он после того, как приехал из санатория, сразу прибежал к нам. Мы посмотрели эхокардиографию. У него было довольно много. Ну вот две последние вам показываю. Слева это та, которая была 27 октября этого года в Белокурихе сделанная. Видите, левое предсердие 42 мм по короткой оси. В 2017 году было 39 мм. А поскольку он каждый год ездит в Белокуриху, у нас есть эхокардиография всех последних лет у него. И когда мы посмотрели эхокардиографию предыдущего года, оказалось, что там левое предсердие было 44 мм. Но тогда врач не был встревожен и не пугал пациента тем, что он может умереть. То есть объективно левое предсердие не увеличилось, более того, даже немножко уменьшилось. А вот интерпретация врачом изменилась. И для тревожного пациента это было сильным потрясением, безусловно. Мы еще раз вернулись к анализу, к динамике размеров левого предсердия. Ну и здесь вы видите, что в целом левое предсердие понемногу увеличивается. Последнее исследование, которое он сделал у себя в Ангарске, там было 46. То есть наблюдается тенденция к увеличению левого предсердия. Это говорит о том, что регургитация гемодинамически значимая и что нам нужно более часто контролировать и уже принимать какие-то меры, потому что на горизонте, возможно, появилась ситуация, связанная с коррекцией метровой регургиты. Но первоочередная задача, безусловно, у нас улучшить его состояние. Поэтому было рекомендовано повторить курс эртролина, а для быстрого снижения тревоги использовать гидроксизин. Такая стандартная терапия в этой ситуации. Кроме того, поскольку у него давление нередко выходило за 130 мм, на столбах 140 нередко бывало, рекомендовано было улучшить контроль гипертензии, то есть поднять дозу периндоприла с 5 до 7,5 и при необходимости до 10 мг, что, с одной стороны, позволит снизить нагрузку на левый желудочек, а с другой стороны, потенциально возможно позитивно повлиять на ситуацию с регургитацией метральной. И чаще контролировать их кардиографию. Судя по тревожному пациенту и тому, что он там каждый год у нас лечится, он, естественно, будет каждый год контролировать их кардиографию. И мы будем наблюдать до того времени, когда, возможно, придется принять решение о направлении кардиохирурга. Следующий пациент направил его в центр молекулярной диагностики в связи с тем, что пациент стал чувствовать кратковременно сильное сердцебиение, с потемнением в глазах. Проблема в том, что он профессиональный водитель. Причем раньше такие эпизоды были у него с 2007 года, но в 2011 году была проведена катетерная абляция, после которой приступы сердцебиения исчезли. А поскольку они ежедневные, то при холтерском мониторировании удалось зафиксировать неустойчивый эпизод ширококомплекс тахикардии. Здесь вы его видите, но обратите внимание на высокую частоту. То есть тахикардия достигала 250 в минуту, что делает ее очень опасной в плане риска фибрилляции желудочков и внезапной сердечной смерти. Он принес документы, мы стали анализировать ситуацию. В начале кардиограммы. Что мы здесь видим? Мы здесь видим аномальное проведение. В втором-третьем отведениях очень похожее на дельтоволны. И первой мыслью было, что у него синдром ВПВ, фибрилляция предсердий с быстрым проведением по дополнительным путям, и можно даже абляцию провести и решить эту проблему. Но ситуация оказалась сложнее. Он показал выписку от 2011 года с катетерной абляцией. Проводилось исследование и абляции в институте Мишалкина. Диагноз был следующий. Пароксизмальная триментрикулярная узловая реантритахикардия радиочастотной абляции медленных путей от ревентрикулярного соединения. То есть аритмия в от ревентрикулярном узле крутилась. А вот эта дельтоволна – это не что иное, как аномалия проведения. И после катетерной абляции у пациента в течение более 10 лет приступов-то сердцебиения ведь не было. Кто говорит, подтверждает, что да, диагноз был установлен правильно и абляция проведена адекватно. Что делать в этой ситуации? Ну вот диагноз был сформулирован следующим образом. Пароксизмально-широкомплекс тахикардии с частотой 217-250 в минуту при домах катетерной абляции медленных путей от ревентрикулярной узловой рецепропортной тахикардии в 2011 году. И было рекомендовано, учитывая высокочастотную тахикардию с нарушением гемодинамики, обратиться к специалистам для проведения электрофизиологического исследования и необходимости абляции. У меня была даже мысль, что возможно, что есть дополнительный все-таки путь и уточнить ее наличие. А поскольку аритмия опасная, до проведения абляции была рекомендована антиаритмическая терапия, поскольку ситуация жизнеопасная. Какие вопросы нужно решить в данной ситуации? Я проконсультировался с Алексеем Владимировичем Дудником. Собственно, к нему пациент и был направлен срочно. Его Алексей Владимирович посмотрел. Значит, вопросы, которые требовали решения, с моей точки зрения, что ранее при эфире не выявлен был манифест на быстродополнительный путь. Такое возможно? Алексей Владимирович утверждает, что практически невозможно. То есть вот эта псевдодельта-волна – это нарушение проведения внутрижелудочковой и никакого дополнительного пути, тем более быстрого там нет. То есть это значит, что это не синдром ВПВ. Может ли это быть рецидив от ревентрикулярно-узловой рецепрокной тахикардии через 11 лет? Тоже маловероятно, причем с очень высокой частотой. И я бы обратил внимание, что РРР заметно варьирует. Частота варьирует, что тоже не характерно для от ревентрикулярно-узловой тахикардии. А что остается? Остается новая желудочка и быстрая тахикардия. И Алексей Владимирович рекомендовал, что сделать? Провести 12-канальное суточное мониторирование электрокардиограммы для уточнения природы тахикардии. То есть если мы увидим характерную картину, например, желудочка тахикардии из выходного отдела, это подкрепит наш диагноз в плане уточнения локализации и соответственно уже более точно можно назначить соответствующее лечение. Пациент должен был сделать 12-канальное суточное мониторирование КГ, но он исчез из нашего поля зрения и мы ждем, появится ли он и сможем ли мы продолжить помощь ему. Следующий пациент, еще раз повторяю, что это пациент, который пришли к нам на консультацию в ноябре. Ему 18 лет, то есть он только что вышел из детского возраста. И, соответственно, попадает к нам. В ряде случаев мы консультируем и детей. Если по каким-то причинам кардиологам-педиатрам не удается эффективно решить ту или иную кардиологическую задачу, мы подключаемся, если к нам обращаются родители. Хотя, конечно, по формальным требованиям мы можем вести только взрослых пациентов. Но следует отметить, что многие наши заболевания возникают и развиваются в детском возрасте и тактика ведения в подавляющем большинстве случаев не сильно отличается между ними. Ну, если не брать там только что родившихся детишек. Пациент направил в областной врачебно-физкультурный диспансер. Там вот Ольга Александровна, кто знает и занимается спортсменами, и хорошо знает. Очень вдумчивый кардиолог. Посмотрите, как она в свои заключения формулирует это направление в наш кардиоритмологический центр. Все детально, скрупулезно, конкретно описано, четко сформулированы задачи, которые перед нами ставятся. Высказана своя позиция, то есть как она считает. Ситуация очень интересная. В январе 2021 года в семье заболели ковидом. У мамы был ковид, она была госпитализирована. У отца был положительный тест, но состояние было хорошим, он не госпитализировался. А позднее, уже в конце января, заболел собственный сын. Появилась лихорадка до 39, у него пропало ощущение запахов, затем присоединяется диарея, боли в животе. Он был госпитализирован в Киринскую больницу центральную районную. Там состояние ухудшалось его, появилась рвота с кровью, аллигурия, и он был переведен по санавиации из Киринской ЦРБ в Ана-Матринскую больницу 5 февраля. И сразу был госпитализирован в палату интенсивной терапии, причем ему использовали вазопрессоры и временную кардиостимуляцию. Это значит, что давление было низким и ритм был редким. Вот выписка, довольно подробная, детальная выписка. Основной диагноз был мультисистемный воспалительный синдром, пусковидный миокардит с поражением проводящая система, двусторонняя пневмония, гепатит, гастронтестинальный синдром, асептический перитонит, гиперкоагуляция, лимфопения, тромбоцитопения, сердечный недост, третий функциональный класс. Ну и осложнение. Синдром полиоргана недостаточности, правосторонний пневмоторакс. Также была выполнена биопсия тканей печени. Из сопутствующих заболеваний гемофилия B, то есть здесь, конечно, на первом месте у нас миокардит с острой сердечной недостаточностью. И в этом плане, конечно, вот формулировка сердечный третий функциональный класс, она выглядит некорректно, потому что в данном случае имела место острая сердечная недостаточность. Причем, судя по вазопрессорам, с кардиогенным шоком. Ну, это формальный аспект. Ну, вот здесь, видите, в динамике очень удобные таблички, да, можно легко посмотреть, как меняется ситуация. Здесь, видите, выраженная лейкоцитоз, палочек тут до 17-20, даже до милоцитов сдвиг бывает. Тромбоцитопения 81 в первый день. Биохимические анализы, трансаминазы поднялись в 2,5-3 раза. Зачем была проведена биопсия печени, не могу сказать, что так вроде цифры-то не критичные. Было острое повреждение почек, о чем говорит, да, почти 300 микромоль на литр креатинин. Постепенно ситуация, видите, выравнивается на фоне активного лечения пациента. Тут даже был, да, эпизод эркалиемии до 5,9. На ЭКГ самих, к сожалению, пленок нет. Очень бы хотелось посмотреть, конечно. Эмиграция в отделе по предсердиям. Частота вполне приемлемая. Был отревентрикулярный ритм с частотой 35-42. Ну и для подстраховки решили имплантировать ему кардиостимулятор временно. Повышен был тропонин Т. Ну вот здесь вот цифры не такие уж и высокие, но тем не менее 4 раза восьмого числа были повышены. Гидроторокс выраженный, да, литр справа, 600 мл слева, большой асцит приемлемый. При эхокардиографии, вот в первый день смотрите эхокардиографию, фракция выброса 25% по Симпсону. Расчетное давление в правом желудочке 40 мм тонн столба. Ну то есть очевидно, да, что у нас есть поражение миокарда с заметным снижением сократительной функции миокарда в рамках системного воспалительного заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. В последующем пациент был переведен в областную детскую клиническую больницу. Там провели повторную эхокардиографию от 10 февраля. И вот смотрите заключение, вот Станислав Арнольд смотрел, эхокардиографические показатели были вообще в пределах нормы. То есть у нас было быстрое обратное развитие ситуации. Более того, там была выполнена магнитная резонансная томография сердца и очень корректно описанная. У нас это проблема для взрослых провести оценку с подозрением на миокардит, допустим, МРТ сердца. А у детей, видите, это выполняется. И они диагностируют, описывают эти ситуации без проблем. И здесь все признаков повреждения миокарда тоже выявлено не было. Ни отеков, ни последствий и при раннем, и при позднем контрастировании тоже признаков не определяется, что очень важно. То есть, несмотря на выраженную тяжесть, мы наблюдаем быстрое обратное развитие миокардита. Но вопрос-то заключался, естественно, не в диагнозе, а в том, может ли он заниматься спортом. Проведен стресс-тест. Ну вот исходно, видите, нормальная электрокардиограмма без каких-то заметных отклонений. Вот он выполнил нагрузку. Пульс за 180 ушел у него. Давление под 200. Проблем таких очевидных, каких-то явных при стресс-тесте с ЭКГ выявлено не было. Поэтому в результате обследования был сформулирован следующий диагноз. И в связи с постановкой вопроса врачом физкультурного диспансера было рекомендовано следующее. Вся отсутствие признаков дисфункции сердца адекватная реакция на стресс-тест физической нагрузки не ограничена. То есть он, в принципе, может заниматься. Другое дело, что травматичные виды спорта в связи с тем, что у него гемофилия B, наверное, следует ограничить. Эти задачи обычно в сфере компетенции гематолога. Следующая пациентка, 28 лет, пришла вот на этой неделе в среду. Ее беспокоил учащенный пульс при обычной нагрузке. Ходьба вызывала учащение пульса 140-150. Она смотрела это по часам. Сейчас многие часы имеют пульсометр. И в этот же момент ее появлялось жжение в спине. Это ее, естественно, беспокоило. Она уже обращалась к кардиологу. Он установил диагноз нейроциркуляторной гистонии. Рекомендовал лечение бетапрололом, магний B6, мексидолом. Она попробовала лечиться. Эффекта не было. И вот решила проконсультироваться в нашем кардиоаритмологическом центре. Что мы видим? Да, действительно, пульс у нее учащается. То есть, если она заходит на четвертый этаж, он поднялся до 160. Каких-то других аномалий при холтерском мониторе выявлено не было. Эхокардиографии без структурных аномалий также. И функция сердца была на уровне. Ну, кардиограмма тоже тревоги особой не вызывала у нас. Стали расспрашивать. Выяснилось следующее. 21 сентября, она четко помнит дату, у нее началась сильная слабость. Очень сильная. И две недели она не выходила на работу, лежала дома. Это сочеталось с сильной тревогой, страхом, жжением в спине, дискомфортом в груди, бессонницей. Она даже вызывала скорую помощь. И, собственно, вот такие жалобы-то на учащенный пульс, на жжение в спине, дискомфорт в груди. У нее остались-то после вот этого плохого состояния. После двух недель слабость заметно ушла, и она вышла на работу. Но когда задал вопрос, было ли подобное, она сказала, что было. В 2017 году у нее в течение месяца был эпизод сильной слабости. То есть она также лежала, ничего не хотела делать. И потом через месяц вдруг все внезапно исчезло. О чем идет речь? Это нейроциркуляторная дистония. Надо сказать, что этим термином лучше не пользоваться, потому что, как правило, за ним скрывается какое-то эмоциональное расстройство. То есть два эпизода, да, сильной слабости, снижение энергичности, нежелание ничего делать. Это что? Это рекуррентная депрессия. То есть был первый эпизод пять лет назад, и сейчас вот он короткий повторился. Ну, естественно, что трактовка и тактика лечения подобных состояний существенно отличается. Еще раз хочу обратить внимание, да, что знание психосоматики, оно существенно помогает врачам в оценке, в постановке диагноза, в эффективном лечении, в направлении к соответствующим специалистам. И еще один тоже случай. пациентка 75 лет. Она обратилась в марте прошлого года. У нее с три года до этого была пароксизмальная фибрилляция предсердия. А с 20-го года она стала стойкой, персистирующей. Там года не прошло. Попыток восстановить синусовый ритм не было. Но проблема была в том, что наряду с фибрилляцией предсердия развилась сильная одышка. На этаж пройдет, отдыхает. 100-200 метров пройдет, отдыхает. Выраженные отеки на ногах. Среднедневная ЧСС была 110. Лечилась она, как часто это бывает, 5-ю миллиграмм бесопровода. Вот здесь, видите, холтеровское мониторирование с фибрилляцией предсердия. Поскольку это сердечное недостаточно аритмогенное, то есть вызвано, собственно, фибрилляцией предсердия, так получается по анамнезу, то, конечно, нужно сделать попытку восстановить синусовый ритм, даже при том, что она долго персистирует. Поэтому был рекомендован кардарон, если не поможет ронолазин. Ну, а если они не помогут, тогда мы просто решили контролировать ЧСС. Ну, не бесопроводом, конечно, а более активным от аналога. С наращиванием дозировки. Ну, и, соответственно, поскольку были не уверены в эффективности медикаментозного лечения, было рекомендовано пациенту направить документы на кататурную облину. И вот она пришла на повторную консультацию и вот сообщила следующее. То есть они попробовали лечиться амиадароном, вот как мы рекомендовали, насытили, там, два месяца посмотрели, эффекта не было. Попробовали ронолазином, там, тысяча миллиграмм два раза, тоже эффекта не было. И как только они перешли на атенолол, фибрилляция предсердия ушла, причем на 25 миллиграмм. Что это такое? Это редкая ситуация, когда фибрилляция предсердий оказалась очень чувствительной к бета-блокаторам. Такие ситуации описаны в аритмологии, но таких пациентов немного, там, от пяти до десяти процентов. В среднем, конечно, намного более эффективные антиаритмики, настоящие, да, там, кардарон, цитолол, там, пропофенон и так далее. Но у некоторых пациентов все-таки наблюдается эффект бета-блокаторов. И в данном случае удивительно, что не только бета-блокатор оказал эффект, но и на дозе 25 миллиграмм. То есть кардарон не взял, а атенолол 25 миллиграмм привел к стойкому восстановлению синусового ритма. И он держится, синусовый ритм, до настоящего времени. Но ей было отказано в катетерной абляции. И я удивился, честно говоря, потому что вроде ситуация была очевидной. Сердечная недостаточность вызвана фибрилляция предсердия. Конечно, нужно попытаться его убрать более надежно. Ну, вот выписка здесь из института Мишалкина. Давай разбираться, почему. Посмотрел направление Черенковской больницы. И посмотрите, как сформулирован диагноз. ИБС-то на корге напряжение второй-третий, функциональный класс, а дышка как эквивалент. Ну и дальше персердефибляция. Да кто же ее возьмет с таким диагнозом на катетерную абляцию? Конечно, при такой формулировке диагноза об абляции речь не идет. Выяснилось, а пациентка до этого много лет наблюдалась в диагностическом центре. Ну, почти каждый год она там наблюдалась. И вот там как раз диагноз был взят оттуда. Видите, вот их диагноз. Эстонокардия второй. Вообще, вот трактовка одышки как эквивалентность эннокардии это часто неправомерное явление. Я знаю, что многие учреждения, кардиологи, как только одышку при нагрузке сразу ставят диагноз ИБС. Но в большинстве случаев это не подтверждает. То есть надо доказать, что это ишемия, а не просто утомляемость или одышка, тем более на фоне фибрилляции предсердия. В данном случае это было не совсем верно сформулировано. А вот наш диагноз, посмотрите, персистирующая фибрилляция предсердия, сердечный тазач, второй функциональный класс. 2b. А вот с этим диагнозом ее наверняка взяли. Поэтому я еще раз обращаю внимание на правильность формулировки диагноза при направлении на любое хирургическое лечение. Потому что там на входе сидит обычно врач-кардиолог. Он посмотрел, формально не подходит. Он что будет там разбираться в деталях? Нет. Он как бы сразу пишет отказ. Ну и в заключение я хочу сказать, что интересных из случаев клинических ситуаций в текущей практике очень много. Ну вот я показал далеко не полный перечень. В этом месяце были немало и других интересных случаев. Вопрос в другом. Видит ли это врач? И, наверное, более часто заинтересован ли он в анализе полной клинической картины и разработке индивидуального плана лечения? В большинстве случаев нет. Понятно, что у практикующего врача, работающего в амбулаторной сети или в стационаре, в боевом каком-нибудь, там много пациентов, времени для принятия решений мало. В основном решения очень стандартные, стереотипные, соответствующие клиническим рекомендациям сформулированы. Но я хочу обратить внимание, все-таки думающие врачи, клиницисты должны стараться анализировать полностью клиническую картину и в этом случае трактовка ситуации может поменяться и, самое главное, лечение станет более эффективным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА